Лицемерная любовь хуже ненависти. Привет, это Таша. И у Олечки Барнаки подсмотрела интереснейший тег, наверное, сам интересный, который я вообще видела. И терплюсь его тоже снять. Но сначала, ну, пока не забыла. Хочу с вами посоветоваться. Есть у меня желание выключить в родственниках на дневнику. Планшет не могли бы вы мне посоветовать? Какой-нибудь хорошенький, но при этом по демократичной цене. Заванец, спасибо. Ну, собственно, понеслось. Ваш лучший друг вернул дорогую для вас книгу в плачевном состоянии. Ваша реакция. Такой случай действительно имел место быть. И, по-моему, я о нем уже рассказывала. Только не помню, в каком видео. Но недавно. А! Это было... Как я читаю книги? Вот. Видео. Реакция была у меня бурная. Потому что книги-то наше все. Это был еще и подарок мамы. То есть... Вообще... Бесценная вещь. Вот. Поэтому я была... Очень разозлина. И, видимо, я страшна в гневе, потому что девушка тоже предложила мне купить такую же. Вот. Из шкафа Букроссинга можно взять книгу только в обмен на свою. У вас нет с собой книги, но на полке вы видите именно то произведение, которое вы искали несколько лет. Что вы будете делать? Быстро, 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 вот так я метнусь в ближайший магазин, куплю там какую-нибудь книгу, еще быстрее, скорее-скорее назад, кто-то заберет. Поставлю купленную и возьму ту, которую я искала. Вашу любимую книгу при вас начинают ругать последними словами, называя ее макулатурой, автора бездарем, а поклонников книги Дора Чьем. Ваша реакция. Стараясь сохранить максимальное спокойствие, непоколебимое слоновье, тюленье, я заявлю прямо, что являюсь поклонницей этой книги и порекомендую впредь, по крайней мере, при мне подобными словами не бросаться. Я по опыту знаю, что противодействие оппоненту в подобном тоне гораздо более действенное, чем, допустим, убеждать его, что эта книга хорошая, или начинать ругаться, что это кого-то дурачем назвал, ну-ка подойди поближе, если осмелишься, я тебе тут такое на лице нарисую, будешь сам как дурак ходить. Нет, это... Так, ваш лучший друг уговорит вас прочесть книгу в 400 страниц, написанную в нелюбимом для вас жанре. Он очень настойчив и последует вас уговорами. Ваши действия. Такое тоже имело место быть. Вот. Правда, там было несколько книг по 400 страниц. Ну, вообще, 400 страниц-то не так уж и много, это вообще ни о чем можно сказать. Сзади можно, в принципе, прочитать, если день свободный. То, что жанры нелюбимы, это для меня не фатально, потому что я люблю поговорку, что нет плохих наций, есть плохие люди. Соответственно, я стараюсь внушить себе, что нет плохих жанров. Вот. Ну, у меня не получается, потому что у меня-то есть как раз жанр, который я избегаю его, это детективы. Вот. Но у меня нет такого, что, а-а-а, там, это же вот такой вот жанр, фу, какая гадость, уйдет меня противный. Нет. Как бы я не верю в то, что если мне какой-то жанр не угоден, то в этом жанре не может быть хороших книг. Мне кажется, это неправильно так думать, поэтому я с лёгкостью поддаюсь на такие вот внушения, когда мне что-то предлагают. Как бы я не отказываюсь и пробую. Вы взяли у знакомого почитать редкую книгу и потеряли её. Что вы будете делать? Я буду заниматься самогривством. Сначала буду долго-долго себя гореть, потом попробую её найти, эту книгу. Вот. Ну, не получится. Придётся здесь признаваться и обещать купить любую другую, даже любые другие воносные внушения. Ну, хотя, конечно, и на страху бывает, как говорится, но чтоб я потеряла книгу, да ещё и редкую, да ещё и чужую. Книга выхода, которую вы очень ждали, вышла в отвратительном оформлении. Смотреть на её даже не хочется. А перезидавать книгу больше не планируют. Купите ли вы эту книгу? Конечно. Мне глубоко вот всё равно, что там на обложке. Да хоть вообще без обложки. Главное, чтобы текст, сам блок с текстом был цел и читабелен. Потому что, как говорится, судите книгу по обложке. Так что мне вообще глубоко всё равно, как там выглядит книга. Так, ваш любимый человек, решив сделать вам сюрприз, дарит вам книгу, которую вы ненавидите. Он очень старался, но по незнанию ошибся с выбором. Скажете ли вы ему свои приязнь к подарку? Конечно, нет, это невежливо. Я благодарю, скажу спасибо и поставлю куда-нибудь на полку. Ну, и всё. Человек вкуса, которому вы полностью доверяете, уговорил вас купить и прочитать книгу, выпущенную в очень дорогом издании. Для вас это существенная сумма, но вы лишились на покупку. В начале ощущения вы понимаете, что это самая скучная книга из всех, что вы когда-либо читали. Поверяет ли это на ваше отношение с порекомендовавшим книгам? Ну, во-первых, я постараюсь достать эту книгу в электронном виде, раз уж она дорогая, к тому же не знакомая ей книга, я именно в таком варианте и читаю. Во-вторых, вам не кажется, что если ваши вкусы с человеком расходятся, что повлекло за собой трату энной суммы денег, и вот из-за этого менять своё отношение к человеку, как-то мне кажется, неправильным, неверным, неразумным и даже более того, что глупо. Потому что если изначально человеку хорошее мнение, то несовпадение в каком-либо взгляде — это на самом деле не причина для того, чтобы менять это отношение. Ну и что, что деньги потратил? Псю, ещё заработаю. Дело в конце концов, деньги предназначены для того, чтобы их тратить. «Идя по улице, вы случайно и неожиданно видите автора любимых книг. Он уйдёт вам на свечу торопливо и крайне целеустремлённо. Остановите ли вы его, чтобы взять автограф или выразить ему свою признательность?» «Ой, нет! Даже если бы он, я не знаю, кормил бы голубей с табличкой на груди, не стесняйтесь ко мне подойти и возьмите автограф, я бы не осмелилась. Хоть и очень хотелось бы, я бы потом себя за это ругала, но я бы не осмелилась. Потому что, ну я не знаю, подойти к такому уважаемому человеку, тем более, когда он куда-то спешит, «М-м-м, мне бы храбрости не хватило». Так, и последний вопрос. «На фразе книги, взятой в библиотеке, вы находите нарисованную от руки схему, где крестиком помечено какое-то место. После внимательного рассмотрения вы узнаёте на схеме свой район и потенциально можете найти это место. Вы не знаете, что там может быть спрятан наклад или труп. Пойдете ли вы на поиски? Сказать сложно, потому что я не была ни в такой ситуации, ни даже в сколько-то похожей. Но так как вся эта история звучит крайне романтичным, а я человек немножко романтичный в плане приключений, то, наверное, да, наверное, бы пошла. Я не против найти труп. Вот, и тем более я не против найти какой-то кладки. И даже если там будет жесткая коробочка с соловьяными солдатиками, я не буду найти и их тоже. Потому что это приключение, это очень интересно. И даже я делала не в находке, а в событии. То, что надо, что со мной так интересно случилось. Я бы потом об этом все рассказывала. Я бы об этом написала бы на блоге. Я бы была восторжена и помнила бы об этом всю жизнь, пока не впал бы в разум. Вот. На этом все. Не забывайте заходить на мой канал с аниме-клипами. Ну и до скорых книг. Пока.